Авторский проект Андрея Усенко. Разговор по делу. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Разговор по делу». Веду я, Андрей Усенко. У меня в гостях впервые за все время моей программы. Я не буду никаких, наверное, регалий и должностей называть. Скажу просто. У меня в гостях Анна Альминова. Здравствуйте, Анна. Добрый день, Андрей. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Спасибо большое, что согласились прийти. Мы с вами долго договаривались на эту встречу, но я очень хотел, чтобы вы у меня в эфире оказались, потому что вы совершенно разносторонний человек. Мы сегодня постараемся, несмотря на небольшое время программы, 40 минут на самом деле не так много, поговорить о разных воплощениях Анны Альминовой как человека, занимающегося разными делами. Именно этому сегодняшняя программа «Разговор по делу» будет посвящена. Но первый вопрос будет и простой, и сложный. Что такое дело жизни Анны Альминовой? Есть оно такое? Есть какое-то ощущение вот такого дела жизни? Безусловно. Безусловно, вся моя жизнь, сегодня я уже могу подвозить определенные итоги, посвящена, как бы это громко не звучало, но это так, служению Родине и служению людям. Вот такая формулировка. Это когда сформулировалось внутри себя? Это формулировалось на протяжении всей жизни, начиная от национальной сборной команды России, в которой я была более 15 лет. Затем во время работы в Олимпийском комитете Федерации легкой атлетики, когда начинались самые сложные времена для этой федерации. Затем во время работы в правительстве Кировской области и вообще во время принятия решения вернуться в Кировскую область для того, чтобы помочь взять на себя эту огромную ответственность. Кстати, насколько она огромная, в момент принятия решения даже и не подозревала. Ну и затем дальнейшая моя карьера также нацелена целиком и полностью на работу с людьми для того, чтобы вносить свой вклад в жизнь тех людей, которые рядом. И я здесь имею в виду не только своих, естественно, родных, близких и друзей. Я имею в виду всех тех, от кого так или иначе зависит результат моей работы. А это, по сути, сегодня жители Кировской области и страны в целом, я надеюсь. Слушайте, ну вот неожиданный ответ, и я предлагаю совместно в нем поразбираться, потому что служение, служение людям, служение Родине. Вот смотрите, наверное, в обывальском представлении все-таки спорт, которому была посвящена значительная, если не большая часть вашей карьеры, это такое личностное, индивидуальное все-таки. Понятно, что под флагом, понятно, национальная сборная, но это личные достижения в первую очередь. Вот как вы для себя сочетаете вот эти понятия, спортивные достижения и служение, как смысл жизни некий? Вы знаете, может быть, сейчас я изменю мнение многих, кто считает, что профессиональный спортсмен – это человек, нацеленный на личную победу, на развитие личного бренда, на какие-то личные блага, приобретение личных благ. Это совершенно не так. Если спортсмен по-настоящему профессионал, то его основная задача – это на всероссийской арене быть первым за свой регион, представляя свой регион, на международной арене быть первым, представляя свою страну. И я уверяю вас, вне зависимости от вида спорта, члены сборной команды России, каждый день выходя неоднократно на тренировку, думают и мечтают о победе в первую очередь для того, чтобы защитить честь своей страны. И у меня было именно так. Поэтому все остальное – это уже последствия, это следствия, которые, естественно, приятны, которые также являются определенным стимулом. Но еще раз повторю – не главным стимулом для профессионального спортсмена. Если спортсмен думает по-другому, то это не профессионал. То есть основная мотивация – это все-таки национальная гордость, национальное достижение через свои победы. Безусловно. Так и готовят спортсменов в наших российских сборных командах. То есть есть определенное, с самого начала есть определенная, скажем так, установка, если хотите, идеология, когда выезжали. Я вот сейчас вспомнила, мы выезжали на первый мой чемпионат мира в 2001 году в Дебрице. Мне было всего 16 лет. И выезжая, мы получали четкую установку. То есть нам говорили о том, что, ребята, вы лучшие, вы лучшие в стране сейчас, но наша команда лучших – это каждый из вас должен вернуться с медалью. Отсутствие медали – это уже проигрыш для страны. Вот, слушайте, мне сейчас в голову пришла мысль, получается, что те санкции, которые сейчас наложены в отношении, ну, в частности, там, нашей страны, и в частности спорта, они как раз связаны вот с такой, ну, с таким внутренним отношением. Да, то есть запрет выступать за национальную команду, как он сформулирован, да, можете под нейтральным флагом кому-то там разрешается, да, что-то еще, можете переходить из национальности. Это как раз удар вот по вот этим чувствам спортсменов. Абсолютно точно. Это трагедия сегодня для российского спорта, это трагедия для российских спортсменов, в первую очередь. Спортивный век короток, время проходит. И спортсмены, которые сегодня продолжают, не теряя надежды, каждый день выходить на тренировку, все-таки нацеливаясь на то, что санкции будут сняты, ну, это очень сильные внутренние люди, очень сильные. Я ни в коем случае не хочу сейчас говорить о том, что те, кто приняли решение поменять гражданство для того, чтобы выступать, что это ошибка или не хочу осуждать, потому что мы не были в такой ситуации. Я с одной стороны понимаю, опять-таки, потому что спортивный век короток, с другой стороны, ставя себя на место этих спортсменов, их, кстати, немного, ставя себя на место этих спортсменов, я понимаю, что я бы скорее закончила карьеру, если бы понимала, что я уже не попаду на международные соревнования, на которых смогу стать лучшей в мире, защищая триколор своей страны. Вот. Я, собственно говоря, и карьеру свою закончила в 2015 году именно поэтому, то есть, ну, по похожей причине, то есть, когда я поняла, что на Олимпиаде в 2016 году я уже не смогу быть в тройке призеров, то есть до 2015 года, я еще до декабря 2015 года, я еще до декабря 2014 года, извините, я еще была уверена, что у меня достаточно сил и шансов быть в тройке. Но в начале 2015 года, в январе, зимой 2015 года у меня случилась очередная травма, которая, я понимала, повлечет за собой долгое восстановление до полугода, а до Олимпиады в таком случае оставалось бы всего-то навсего там полтора года. Это много и ужасно мало, потому что в это время, особенно для нашего вида, для бега на средней дистанции, ну, вообще для циклических видов, когда вот это прерывание тренировочного процесса, подготовки, функциональной подготовки организма, она влечет за собой очень долгое восстановление. Вылечить травму, восстановить мышцы, суставы, связки – это полбеды. Нужно восстановить... Мне кажется, вы до сих пор так волнуетесь. Нужно восстановить функциональное... Нет, ну, конечно, это часть моей жизни. Вы переживаете, вот прямо как сейчас. Да, и нужно восстановить функциональные возможности организма. Поэтому, когда я поняла, что в стройке я уже не буду, а так как соперницы мои, я следила за своими соперницами в мире, и понимала, что результаты растут, и все. И я приняла решение, что мне неинтересно ехать на Олимпиаду. Даже если отберусь на Олимпиаду, а я могла отобраться в сборную, мне было уже неинтересно быть статистом. Без перспектив победы. Слушайте, а вот вопрос. У вас же наверняка... Ну, спорт – это все-таки интернациональная среда. Национальная команда имеет место быть. Ну, наверняка у вас есть знакомые, друзья, контакты в других странах с теми спортсменами, с которыми вы соревновались, поддерживаете отношения. Ну, вот смотрите, вы говорите, трагедия для российского спорта? Ну, несомненно. Несомненно, спортсмен, который тренируется, развивается, не имея возможности соревноваться, по большому счету, это, конечно, очень тяжелая ситуация. Но ведь это и для мирового спорта тоже ничего хорошего. Мне кажется, что мы проходили уже, так скажем, эти истории предварительно, они касались дисквалификации, ограничений каких-то, еще чего-то. И я помню, как, по моему мнению, настоящие спортсмены говорили, что мы не хотим выигрывать в отсутствии по неспортивным причинам сильных соперников, да, когда там русских убирают в соревнованиях по там политическим причинам. Мне кажется, для настоящего спортсмена, ну, это тоже такая ущербная победа, я бы так частично назвал. Вот есть у вас какая-то обратная связь, ну, с той стороны, что называется, может быть, там какие-то контакты или понимание, как профессиональные спортсмены к этому относятся? Ну, знаете, я вообще честно скажу, что я сейчас международное соревнование просто перестала смотреть. Для меня эти соревнования, ну, кажутся таким театром абсурда, особенно в некоторых видах спорта, где без России, ну, просто не может быть никаких международных соревнований. И я не смотрю их не потому, что нет за кого болеть, а потому что действительно неинтересно. И многие настоящие спортсмены, правильно вы сказали, настоящие спортсмены, кто, как я говорю, для кого псевдомедали, для кого медали в отрасли России являются псевдомедалями, они это понимают, они об этом, не боясь, открыто высказываются. Я очень уважаю этих спортсменов. Вот. А есть ли у меня обратная связь от моих знакомых за рубежом? Ну, что касается лёгкой атлетики, всё-таки лёгкая атлетика объединяет более 240 стран мира. И, конечно, в отсутствии России это, ну, совершенно не те соревнования, но они всё равно остались на достаточно высоком уровне. Восстязательными? Да, 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 да. Но это не фигурное катание. Ну, я смотрю сейчас наше фигурное катание, я восхищаюсь, я смотрю его с огромным удовольствием. Вот на этой неделе, по-моему, будет Кубок Европы, я не хочу его смотреть, потому что там нечего смотреть. Вот буквально на этих выходных, если смотрели, были прекрасные состязания, где соревновались наши лучшие фигуристы, причём и молодых туда подтянули, красная машина, которую возглавляла Загитова, и нас не догонит команда, нас не догонит, которую возглавляла Камила Валиева. Ну, ведь просто не оторваться, не оторваться от этих элементов, от качества исполнения, от сложности. И представить себе, что международные соревнования произойдут без этого. Конечно, это большой урон вообще международному спорту, да. Особенно, вот я говорю, в тех видах спорта, где Россия является лидером. Ну, мне кажется, они вообще как-то такой вот. Я иногда говорю, что Европа-то какой-то тупиковый путь развития выбрала, да. То есть они там, с одной стороны, трансгендеров там всё пытаются каких-то разрешить, с другой стороны, Европу убирает, в итоге, мне кажется, ну, всё больше в шоу превращается. То есть, ну, такая вот картинка, вот это. Понятно, что без этого никак. Мы понимаем, что там чемпионат мира по футболу, это огромные деньги и всё остальное. Но вот, мне кажется, мотивация внутренняя, вот то, о чём мы с вами вначале говорили, она начинает уходить. То есть вообще всё деньгами затмевается, и к этому всё идёт. Но не суть. Это как бы вот... Да, я просто ещё про Европу, да, пару слов. Действительно, это касается там не только вот этой вот гендерной политики спорта, но и сегодняшней политической ситуации, и этим вот политическим заявлением, которые звучат вот с самых высоких трибун, всё это действительно кажется, ну, каким-то театром абсурда, по-другому не назовёт. Ну, театром абсурда, более того, использование всех инструментов, так же, как СМИ, соцсети, всё остальное, всё превратилось в элемент, ну, уже даже не конкуренции, по сути дела, а, ну, так или иначе, там, условно говоря, боевых действий. Чёрт с ними, скажем так, вернёмся к Ане Альминовой. Вот вы сказали о том, как завершали, принимали решение о завершении карьеры. Слушайте, а вот как принимается решение о начале карьеры профессионального спортсмена? Вот эта маленькая девочка в этом, или когда это происходит? Вот помните этот момент, как это происходит? Я вообще считаю, что должно происходить само собой с ребёнком, со спортсменом, а не накачиваться родителями с самого раннего детства, да, зомбируя ребёнка, готовя его там с самых ранних лет каким-то, ну, медалям, победам, потому что когда у ребёнка это не получается, зачастую это не получается, и это нужно понимать, то, ну, психика ребёнка уже нарушена, он уже чего-то не достиг, он уже, будучи ещё маленьким, ну, там, юным, он уже чего-то не достиг, он уже не оправдал чьи-то надежды. Поэтому в моём случае у меня было как раз всё очень логично, поступательно. Я не раз уже говорила, что родители мои оба спортсмены, они были преподавателями в школе, преподавателями физкультуры, затем тренерами по самым различным видам спорта, так как дело происходило в сельской местности, в посёлке. Вот. И я занималась всем подряд, но не раз уже эту историю рассказывала, всё-таки сделала акцент на лёгкой атлетике, потому что мне нравилась ответственность, собственно, ответственность за результат. Вот. И большее количество успехов в раннем возрасте было именно в лёгкой атлетике. Поэтому и начали мы развивать именно качество, вот, выносливость. Я очень много бегала по дорогам, благо тогда это ещё было возможно. Ну, прям по проезжей. Я вставала на проезжую часть, на обочину и бежала там десятки километров в одну сторону, в другую сторону. Вот. Просто бегала. Потом меня заметил тренер, очень известный тренер, до сих пор царства небесные, его уже давно с нами нет. Вот. Но он очень сильно, конечно, помог в становлении меня именно как профессионального спортсмена, потому что именно с ним я начала смотреть международные соревнования, я начала узнавать спортсменов. Мне захотелось на вот эти вот международные арены. Плюс ко всему его супруга, Любовь Михайловна Гурина, на тот момент ещё сама была действующим спортсменом топового мирового уровня и участвовала на международных соревнованиях. Вот. И было очень много материалов, у них видеоматериалов. И вот отсюда, наверное, началось именно такое. Ну, есть вот этот момент, когда ты внутри себя принимаешь решение. Вот я там буду заниматься... Да. 1996 год. Мы смотрим с родителями Олимпийские игры в Атланте. Это первые Олимпийские игры, которые я смотрела сознательно. Это было, получается, значит, 11 лет. Мне было 11 лет, а в 12 я уже начала готовиться к международным соревнованиям. Ну, то есть, которые когда-то, возможно, будут. То есть, появилась цель. Коротко. Не в трёх, но в нескольких словах. Что такое профессиональный спортсмен? Что вот это для человека? Потому что мы же видим картинку все, опять же, да? Причём картинку, как правило, успешную. Тех, кого показывают. Мы не видим всё, что за этой картинкой скрывается. Внутри для вас, ну, вот... Это работа. Безусловно. Это карьера, которую ты там, собственно говоря, стрелаешь. Это твоя работа, твоя трудовая деятельность. Формально и неформально. Вот. А что это такое на самом деле? Ну, давайте оттолкнёмся, наверное, от того, с чего мы начали, да? То есть, я сказала, спортсмен — это... Что для меня важно, да? Что, наверное, является важной моей жизни — это служение родине. Я говорила о том, что профессиональный спортсмен — это именно... Это человек, который думает о том, что он должен будет представлять свою страну, и он должен сделать это достойно. И вся его жизнь складывается из ежедневной работы ради вот этой вот единственной цели. Да. И это... За этой работой стоит очень много всего. Как раз правильно вы говорите того, чего не видно. Вот. Когда мы говорим ежедневные тренировки, ну, кажется, ну, вроде бы вот взял, одел кроссовки, пошёл, побегал и вернулся. Нет. Это тренировка любителей. Подготовка профессионального спортсмена — это 9 месяцев в году вне дома. Да. 9 месяцев в году — это сборы. То есть, это, значит, разделение подготовки на циклы. Четырёхлетние, если мы говорим про Олимпийские игры, двухлетние, если мы говорим про чемпионаты мира. Ну, у кого-то там ежегодные и так далее, и так далее. Сезонные. И под каждую цель определён тренировочный процесс. Ещё раз повторю, что вне дома зачастую это смена... Это смена климата, это смена высот, это смена... Кочевая жизнь постоянная. Это кочевая жизнь, это постоянные чемоданы, да. Не скажу, что это скучно, но это работа. Действительно, это работа. И каждый спортсмен, профессионально попадая в сборную, понимает, что это ответственная тяжёлая работа, которая не подразумевает тех благ, тех излишеств, которые... Которая... Которая кажется присущей. Даёт жизнь, да, каждому нормальному человеку, да. Отсутствие, ну, всего того... Рациона питания. Рациона питания. Это углублённые медицинские обследования. Это, значит, определённая фармакологическая поддержка в зависимости от состояния крови, от анализов крови, да. И прочее, прочее. То есть много-много. Всё. А вот можно я теперь... Ну, конечно, можно. Я веду программу. Задам провокационный вопрос. Ну, вот прям провокационный, но... А зачем? Ну, вот в большом смысле слова. Ну, я с точки зрения... Вообще, зачем профессиональный спорт? Шоу, да. Всё трансформируется в деньги. Соревнования между странами на Олимпиадах, когда мы смотрим, медальный зачёт, кто кого победил, да. А... Ну, это вот как бы такие, знаете, политические игры-то в большинстве своём. Ну, экономико-политические, да. Там медиамагнаты богатеют, страны там меряются различными там своими возможностями. А спорту, профессиональный спорт, ну, вот если вы говорите об интересах спортсменов, вот зачем? Опять вернёмся, наверное, к тому же, потому что, ну, раз уж я действительно... Ну, я... Конечно, мы, да, определили. Только честно, да, то, что чувствую, то, что понимаю. И опять, я не хочу говорить за всех спортсменов, но когда ты заряжен идеей, вот идеей, да, национальной... Я сейчас ещё раз повторю, я про себя, да. Я уверена, что мои слова подтвердили бы многие спортсмены, мои коллеги по сборной. То... Именно для этого. Ты хочешь доказать, что мы лучшие? Хочется доказать, что мы лучшие. Да, мы лучшие. Мы лучшие. Это такое удовольствие стоять на пьедестале и смотреть, как поднимается твой флаг и слышать гимн своей страны. Это невероятное удовольствие. Слушайте, вы не говорите про фамилию, вы говорите флаг и гимн. То есть, ну, вообще неожиданно. Для меня, признаюсь, неожиданно. Я, ну, как бы думал, несколько другие будут ответы. То, что это настолько, ну, пронизано вот это дело, ну, вот это ваше дело вот таким отношением к стране, к родине, к отечеству. Удивительно. Удивительно. Да, ну, я еще раз, вот, у меня очень много знакомых из различных сборных и друзей. И друзей, да. И вот за этих людей я могу сказать, что они думают точно так же. Хорошо. А вот эти наши друзья заклятые, которые там, соперники ваши, соперницы, они за это же бегут? Так же у них история? Или это наши идеологии? А вот опять давайте вернемся к Европе, да. То есть очень, я не берусь говорить за вот, что мотивирует вот людей, спортсменов других национальностей, но это точно меньше, менее заряженные патриотические люди. Менее патриотически заряженные люди. Почему? В чем это видно? Почему такой вывод сделали? Почему? Интересный вопрос. Это мое внутреннее ощущение после общения с многими. И, вы знаете, у меня был период, когда я тренировалась в Соединенных Штатах, жила там и общалась много с американцами и с хорошими людьми. Но, поверьте, могу точно сказать, что менее патриотически заряженными. Почему? Ну, наверное, это все-таки связано с, если говорить про ту страну, то с историей, с небольшой относительно российской историей. А что их тогда? Деньги, финансы, личные, как это сказать, достижения? Вы знаете, мой тренер, у которого я тренировалась, говорил мне, мне бы Альминову лет 20 назад, ну, вот в юном возрасте, сильнее бы спортсмена в мире не было бы десятилетия, он говорил о том, что, ну, вот не такие, не такие наши, наш, ну, грубо, биоматериал, он не такой. Российский? Нет, нет, свой. Он о своем говорил. Там, он о тех говорил? Да, да. Ага, слушайте, интересно. Ну, мы отличаемся, на самом деле. Я не жил в Штатах, но был, и мы действительно отличаемся. Но при этом они очень патриотичны сами, в смысле того, что они считают Штаты лучшей страной в мире, однозначно априори там... Конечно, конечно, потому что никакой иной информации, альтернативной информации просто нет. Кроме этого, да, у них другой нет. Слушайте, ну, на самом деле, мне кажется, с вами, Анна, нам нужно было бы несколько программ, чтобы поговорить о всех... Приглашайте, я еще приду. ...о всех направлениях вашей деятельности в жизни. Мы разговаривали сейчас о спортивной стезе. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, вернемся через некоторое время, это буквально несколько минут, поэтому не переключайтесь, «Разговор по делу» с Анной Альминовой через несколько минут снова в эфире. Возвращаемся в эфир, программа «Разговор по делу». Веду я, Андрей Альминовой, у меня сегодня в гостях Анна Альминова. Мы полчаса почти поговорили о спортивной части карьеры, и я говорил о том, что ваши проявления очень многогранны, поэтому не будем говорить о завершении карьеры. Да, спортивной я имею в виду. Но как произошло это решение, и не внешне, вот внутренне, почему вы приняли для себя решение заняться госслужбой, которая занимала достаточно большую часть вашей карьеры, опять же. И, наверное, самый главный вопрос здесь скрытый. Насколько совпало с ожиданиями то, с чем пришлось столкнуться, и насколько отличалось? Знаете, вот в моей жизни как-то происходило, ну и продолжает происходить удивительное событие, к которым я не готовлюсь. Я не планирую на долгие годы, я никогда не думала, и тем более не мечтала о государственной службе. Я готовилась быть переводчиком, училась на лингвиста. И хотела свою судьбу связать именно с этим, после завершения спортивной карьеры. И получилось таким образом, что когда я пришла в Олимпийский комитет объявить о том, что я заканчиваю спортивную карьеру, причем на следующий день после получения травмы, прям моментально пришло решение. Просчитали вот это тогда? Ну, как говорили, да? Как только я получила травму, тут же я поняла все последствия этой травмы. И я на следующий день буквально пришла признаться, что я заканчиваю. Меня, конечно, попросили подумать хорошо, потому что времени до Олимпиады было много. Сказали, что я, скорее всего, принимаю неверное решение, но решение уже было внутренне принято. Это была потому, что череда травм и других событий, которые меня изрядно вымотали. И когда я сказала о твердом намерении, мне предложили тут же работу в Олимпийском комитете. И после проведения операции на костылях, мои первые рабочие будни офисные, это было впервые в моей жизни, мне нужно было выходить на тренировку, моя работа уже была связана с офисной работой, с работой исключительно головы. Кстати, здесь мне пригодились очень мои и профессиональные навыки изучения языка. Как раз начались определенные проблемы с Международной Федерацией лёгкой атлетики. Поэтому мой переход произошёл через Олимпийский комитет. И так как сил было много в отсутствии тренировок, здесь начались общественные проекты. Киров всегда был и оставался моим родным и любимым городом, где жили мои родители, несмотря на то, что я приезжала сюда раз в год, может быть, на несколько дней. Но начиная с 2016 года... А, во-первых, как раз на тот момент начинался проект, начиналось строительство вересняков для катлетического манежа. Подготовка к которому велась, начиная с 2001 года. Ну, то есть я имею в виду такая условная подготовка, когда я первый раз вернулась с чемпионата со своим первым чемпионом мира и встречалась тогда для себя с первым губернатором. В тот момент это был Сергеенков. Сейчас, к сожалению, не вспомню, как зовут. Владимир Нилович. Вот первый раз я сказала о том, что нам нужен манеж. Все на меня посмотрели круглыми глазами, не понимая, что это такое. Ну, ладно, речь не об этом. В общем, в 2014 году началось строительство, поэтому тут уже была... Я приезжала сюда периодически, потом участвовала в совещаниях и так далее. И в 2016 году у меня появилась идея, так как во Всероссийской Федерации легкой атлетики я курировала проект «Национальное беговое движение», объединяющее забеги по всей стране. Я подумала, почему бы нам такой забег не возобновить, не возродить и в Кировской области. Поэтому началась подготовка к социальному вот этому проекту еще в начале 2016 года. И я к чему это все веду? К тому, что я стала чаще сюда приезжать, я стала снова узнавать людей, кировчан. И когда в 2016 году в ноябре нас... На тот момент я была советником губернатора по физической культуре и спорту. На общественных началах у нас была группа советников. И когда в 2016 году новый губернатор Игорь Владимирович пригласил советников, после этой встречи я получила приглашение приехать сюда. Я не скажу, что... Это было, конечно, удивительно. Ну, то есть я... И неожиданно. Но, как всегда в своей жизни, я принимаю решение быстро. И принимаю его в зависимости от внутреннего голоса и от необходимости, от своей нужности для дела, для людей, для процесса. То есть я понимала, что на тот момент я нужна. На тот момент я была нужна. И я поехала... Ну, меня успокаивала мысль, что я, может быть, ненадолго. Ну, то есть я поеду сейчас, пока я нужна. Пройдет этот период. Да, да. Я вернусь. Ну, ничего нет более постоянного, чем временное, как мы знаем. Поэтому... Совпали ожидания? Или что? Слушайте, я не понимаю. И спортивный, условно говоря, свободный с точки зрения собственного ощущения среды в чиновниче. У меня не было никаких ожиданий, потому что я вообще не понимала, о чем это. Поэтому... Но я понимала, что если я в это вхожу, то в этот проект, назовем это так, то, во-первых, пути назад нет, во-вторых, я должна отвечать, то есть я должна готова быть к любой нагрузке, к любой ответственности, ну и, собственно, отвечать, потому что это люди. Я всегда говорила и коллегам своим, что мы в первую очередь работаем для людей. И это всегда должно быть в голове, в каждой голове, точнее, в голове каждого сотрудника при выполнении любой работы. Вот смотрите, у меня вопрос к вам, как к человеку, который, ну, и до этого, собственно говоря, сталкивался с чиновниками, потому что профессиональные спортсмены, они ведь чиновниками регулируются. И мы тоже знаем, там, ну, такие непростые бывают разные истории, даже фильмы про это сняты. А потом вы были, собственно говоря, с той стороны. Сейчас у вас еще там свой опыт есть уже работы. Но вопрос, собственно говоря, не про взаимоотношения. Вопрос, а вот смотрите, мы все считаем, что, ну, как бы чиновники должны делать нашу жизнь лучше, но не очень у них это получается. Ну, такое вот бытующее мнение. Могут ли они делать нашу жизнь лучше? И почему, если этого не происходит, вот, вот, один момент, на то почему? Ну, безусловно. Я уверена, что 90% людей, которые находятся на госслужбе, на муниципальной службе, это люди, которые ежедневно работают для того, чтобы сделать жизнь тех людей, за которых они отвечают лучше. Я, знаете, я вот всегда говорю о том, что чистоты не видно, видно грязь. И когда ничего не происходит, это не значит, что не ведется никакой работы. Работа ведется колоссально. Люди живут, многие живут на работе. Почему не происходит, зачастую не происходит видимого результата? Потому что, ну, скажем так, некоторые направления, некоторые направления были до какое-то время, да, скажем так, поставлены на стоп. Это нужно исправлять. До чего-то в объеме общей работы, до чего-то не доходят просто руки. Знаем, что есть проблемы с кадрами, да, и с финансами у всех. Поэтому, почему еще? Ну, есть проблема, связанная с... Это действительно проблема. Связанная, знаете, с чем? С отсутствием единой цели, командного подхода. Командного подхода. То есть каждый гребет в свою сторону. Я всегда говорил, главная наша проблема – отсутствие межведа. Вот, вот, вот. Межведомственное взаимодействие на сланды. Межведомственное взаимодействие – это действительно, да, одна из ключевых проблем. Вынуждены завершать, заканчивается наше время. Очень жаль. Очень жаль. Я воспользуюсь вашим обещанием прийти еще раз, и мы продолжим разговор по делу с Анной Альминовой. Один короткий ответ на короткий вопрос. Стоит детям идти в профессиональный спорт сейчас? Детям стоит идти в спортивные секции. Детям стоит заниматься спортом. Станут они профессиональными спортсменами или нет? Время покажет. Замечательно. На этом завершаем. Это была программа «Разговор по делу». У меня в гостях была Анна Альминова. Анна, большое спасибо. Спасибо вам. Хорошего дня. Разговор по делу